Были комментарии, а под комментарием большое количество лайков про чечевицу. Давайте, сегодняшний выпуск я посвящу чечевице. Попытаюсь вкратце рассказать, что это за продукт и что с ним можно делать. Приготовлю одно блюдо. Начинаю с бульона. Вернее, нет, давайте вот с чего начнем. Вот смотрите, вы все знаете, что у меня есть вот такой вот мой любимый спонсор, который называется Аквафор, я пользуюсь вот таким вот кувшином, который называется Прованс. В обычные дни я пользуюсь кранчиком, но это не важно. Важно то, что у меня есть три таких кувшина, для того, чтобы их разыграть между вами. Три подарка. Для того, чтобы получить кувшин, не нужно иметь симпяди во лбу, не нужно прыгать, скакать и переворачиваться через голову. Нужно всего лишь быть подписанным на мой канал. Если вы смотрите, вы не подписаны, обязательно подпишитесь. И оставьте любой комментарий под этим видео. Можете написать «Хочу фильтр». Ну, чтобы было понятно, что вот вы участвуете в этом процессе. Можете, я люблю фильтр, можете какое-нибудь что-нибудь со словом «фильтр». Или со словом «аквафор». Мы потом рандомно, в компьютере есть такая программа, которая берет всех и замешивает в центрифугу. Выбираем трех. И в соцсетях опубликуем имена трех победителей. Подарим им, отправим вот такие вот аквафильтры. Для того, чтобы вам облегчить жизнь, чтобы вам, в принципе, жилось комфортнее и, самое главное, вкуснее. С тех пор, как у меня появился фильтр, я пользуюсь им для приготовления бульонов. Действительно, вкус получается такой, без хлорного всякого привкуса. Не буду детально уходить в варку бульона. Как я уже сказал, повторюсь не один раз, что чем больше вы добавляете овощей в бульон, тем более овощной он становится. Морковки чуточку, луковицу, носик. Некоторые прямо туда кидают какое-то количество моркови. Не кидайте, просто для вкуса, для вкуса. И обязательно лавровый лист. И, конечно же, в самом начале соль. Пусть там профессора, злопыхатели, без солевых бульонов пишут комментарии. Я все равно буду солить бульон в самом начале. И вам говорю, солите в самом начале, так гораздо вкуснее. Все остальные овощи, которые есть, их у меня немного совершенно. Я режу лук. Знаете, это какая-то панацея. Как только у меня съемки, у меня постоянно нормального лука нет, репчатого. Кладите обычный репчатый лук. Красный режу только потому, что у меня был такой. Сельдерей обязательно. Объясню, почему я очень часто использую сельдерей не только в супах, в тушеных блюдах. Во-первых, он дает очень хороший вкус. С ним нельзя перебарщивать. Как только будет его слишком много, вы поймете, что он там лишний. Единственное, что в рыбных супах я против сельдерея. Если мы говорим про уху, есть кто варит уху с сельдереем, я категорически против. Во всех же остальных супах, особенно европейской кухни, турецкой кухни, болгарской и чешской и так далее, везде идет сельдерей активно. Активно очень идет. Небольшой кусок морковки тоже режу, как, знаете, ну примерно, какими-то такими кубикотреугольниками. Еще у меня есть цветная капуста. Брокколи для многих дороговато. Да и я, в общем, брокколи покупаю не часто, потому что капустка, я не знаю, у кого сколько стоит. Я покупал цветную капусту, вот качанчик, да, по 260 рублей за килограмм. Это значит, что она стоит чуть дороже, чем курица. Вы знаете, быть веганом в наше время дороже, чем быть мясоедом, потому что мясо или, например, птица стоит гораздо дешевле, чем, например, многие из овощей. Сразу вперед забегу, скажу, что этот суп имеет такие турецкие корни. Не совсем турецкий чечевичный суп, не совсем. Ну, три колечка армянского острого перца и обязательно чеснок. Ну, чеснок, вы помните, что одну, хотят сказать, головку, один зубчик покрупнее нужно отправить сразу в обжарку, да, и потом в конце еще освежить ароматом чеснока. Да, уже готовое блюдо. Честно признаюсь, когда-то я работал в Турции полгода, но это было в моей юности. Это была учебная практика. Я учился в Академии туризма. Хотел стать туристом. И отправился на практику в Турцию. Так вот, я могу сказать, что так как Турция, это была моя первая страна, звучит как моя первая девушка. Примерно так и было. Только с точки зрения, скажем, не постели, а вообще вот всего ароматов, вкусов, алкоголя, еды. И поэтому для меня Турция, например, является таким элементом моей жизни, который вызывает приятные воспоминания. Поэтому чеснок непременно должен присутствовать. Значит, бульон отварился. Я его перелил в сотейник, чтобы было удобно с ним работать. И начинаю обработку в кастрюле. Желательно, желательно готовить все на топленом масле. У меня топленого масла нету, но у меня есть обычная сливочная. И вы знаете, что я вам хочу сказать? Что можно, конечно же, взять сливочную, оттопить его, чтобы испарилась вся влага и те субстанции, которые там эмульгированы вместе с этим совсем. Потому что мы же понимаем, когда написано 82,5%, почему не 100% жира, да? Потому что там много еще каких-то дополнительных вещей, которые, я не знаю, для чего это так. Ну, бодяжит может быть просто. Если вдруг кто-то есть или технолог, или кто работал на маслобойном заводе, объясните в комментариях, почему так происходит. Значит, я обычное топленое масло, обычное топленое, обычное сливочное масло отправляю в разогретую кастрюлю. Пока сейчас я буду обжаривать овощи. Влага лишняя испарится, топленое оно у меня будет. Ну, а-ля топленое. Главное, чтобы оно не горело, а чтобы масло не горело, нужно вовремя туда насыпать овощей, чтобы снизить температуру кастрюли. Все овощи следует обжарить на растительном масле, на сливочном масле, значит, до появления, при жарочке, да, чуть-чуть колер появился. Наличие томата, будь то турецкий или какой-либо другой чечевичный суп, обязательно. Так как у нас томата немного, то его можно почистить с помощью ножа, как я уже это показывал вам не раз. Овощи слегка обжарились. Добавляем сюда томатик. И что добавляем? Травки-муравки. Значит, можно просто орегано сушеный. В моем случае здесь сушеный орегано, сушеный зеленый базилик и немножко майорана. Ну, душиться по-нашему. Значит, добавляю буквально тут 2 щепотки, да, чуть больше чайной ложки. Перемешиваю быстро и добавляю сюда бульон. Бульон добавляю не весь. Объясню почему чуть позже. Для того, чтобы суп был красивым с красной чечевицей, у меня всегда есть в заначке куркума. Куркума на кончике ложки. Много не надо. Нам нужна поддержка цвета. Чечевица красная, казалось бы, при заваривании, разваривании, разбивании блендером, она потом теряет свой цвет. Да, там, видите, капуста, там, то, сё, пятое, десятое. Нужна поддержка цвета. И небольшое количество кориандра. Кориандр можно было бы тоже слегка, знаете, нагреть с овощами. Но я не вижу в этом особого смысла, потому что... Ну, в общем, если у вас обычный, значит, или какой-нибудь, знаете, дешёвый бывает в магазине кориандр, ну, это следует вот сделать. У меня кориандр, привезённый из Индии, очень яркую ароматику имеет, поэтому с ним нужно очень аккуратным быть. Поэтому я его стараюсь добавлять не в обжарку, а вот уже в готовый бульон. Теперь пора добавлять чечевицу. Чечевицу я добавляю. Я её не мыл. Объясню, почему. Есть поставщики, которым я доверяю. Они моют, не валяют её по земле, никакие мыши не бегают. Я помню большое количество комментариев из видео про горох, где какое-то было возмущение такое очень странное. Типа, что вы не мыли горох? Блин, да не имеет смысла его мыть. Там один даже чувак написал, крахмал нужно мыть, чтобы вымыть лишний крахмал. В горохе 90% крахмала. Мой его, не мой, он всё равно превратится в крахмальную кашу. Зачем вымывать крахмал, если, блин, это всё равно крахмал? Мой, не мой картошку, всё равно ты делаешь крахмальное пюре. Картофельный крахмал, то же самое с киселём и так далее. Чечевица, ту, которую покупаю я, не требует мытья. Если вы покупаете дешёвую чечевицу за 3 рубля, то, конечно, желательно её помыть, перебрать, посмотреть, нет ли камней. Крупные производители очень внимательно к этому относятся и я работаю с несколькими, я вот доверяю этому производителю, поэтому не мою, сразу добавил сюда. Что, брат, по делу, я вот чечицу никогда не готовил. Чего надо понять, во сколько раз она увеличивается и сколько времени её надо варить? Вот смотрите, вот эта красная чечевица варится довольно быстро, где-то 7-10 минут, она разваривается полностью, поэтому для того, чтобы визуально суп казался более каким-то, знаете, красивым, его рекомендуют взбивать блендером. Это вот турецкий традиционный суп с красной чечевицей. Если мы говорим, например, про чечевицу, которая у нас имеет другой цвет, зелёная чечевица, она бывает тоже там нескольких видов, сортов, вот она не разваривается, поэтому, нет, её разварить, конечно, постараться можно, но делать этого не нужно. Она варится дольше, 15 минут. Есть чечевица, которая варится там и до 25 минут, тоже зелёная, такая, знаете, огромная бывает, плоская, вот она вот около 25 минут варится. Варить нужно на медленной температуре, и как только вы это всё сварили, дальше лучше всего вот эту чечевицу использовать не в супы, хотя тоже вы сварили какой-то суп, добавили пару ложек чечевицы, для пользы это не помешает. Но эту чечевицу чаще всего используют для гарниров или салатов. Она прекрасно хранится в холодильнике, точно так же, как и гречка, точно так же, как и рис. Она очень полезная, в ней содержится огромное количество микроэлементов, и самое главное, это огромное количество растительного белка, если вдруг кто-то сидит на вегетарианстве, или кто-то, например, сейчас постится. И вот ходит, помидорчик съел, ходит, блин, голодный. Ты хоть 20 помидоров съешь, они моментально перевариваются, ты голодный. Так вот, для этого существует большое количество клетчатки и белка. Это чечевица, нут, вообще, да любая, хорошо, нут брать не будем. Любые виды чечевицы используйте. Есть белобочка, есть, называется, белуга чечевица. Она мелкая, черная, аккуратно отвариваешь, и она так издалека похожа на черную икру, потому что она мелкая. Чечевицу можно проращивать, замочить ее, появится росток, там количество микроэлементов, аминокислот увеличивается в сотни раз. В общем, это очень благоприятный продукт, который вы можете использовать по-разному. За той чечевицы, которая у меня вот тут в супе плавает, нужен глаз да глаз. То есть, вот сейчас она сварилась уже наполовину, серединка еще плотная, цвет другой, да, края уже расплылись. То есть, видно, что в серединке она еще сыроватая, по краям уже вот эту, видно, чечевичку, что она вот уже подваривается. Нам нужно, чтобы и она до центра полностью стала прозрачной. Есть еще одна очень маленькая хитрость. Маленькая-маленькая такая, вообще очень маленькая хитрость. Не все любят зелень. Вернее, как сказать, вот некоторых людей смущает, что, например, зелень там плавает кусками или еще что-то. Есть выход из этой ситуации, я вам сейчас покажу некий лайфхак, который не займет много времени, но при всем этом поможет вам облегчить судьбу. Укроп, мята, петрушка, зелень может быть совершенно любая. Любая, при любая, при любая. Вообще, что у вас есть? Вот у меня что было в холодильнике, я мяту часто покупаю, поэтому она у меня валяется иногда. Значит, петрушка. Да и все. Можете и кинзу добавить, можете зеленый базилик добавить. Главное, зелень должна быть зеленого цвета. Так как у нас, все равно в супе должна быть кислинка, поэтому вы можете кислинку добавить туда, а можете добавить сюда. Лимонный сок я выжимаю. Чуть-чуть соли. И сюда нужно влить небольшое количество бульона, который я оставил. Куриный бульон. Он не должен быть кипятком, иначе зелень сварится. Вы знаете, это нужно делать всегда прямо перед подачей. Мы имеем взбитую с бульоном зелень, которую, ну, как бы визуально-то мы видим в супе, да? Но физически мы ее не ощущаем. И аромат есть. То есть, таким образом можно обманывать детей. А зачем обманывать детей? Надо им говорить честно. Ешь зелень, будешь здоровый и сильный. Но бывают вот такие моменты. Во-первых, она как украшение ничего так себе. Простейшая, домашняя, без всякого. Ой, а что же я сделал? Да, и в эту же емкость, чтобы вот ничего не мыть и так далее, можно в ней же и пробивать суп. Я сделаю так. Половину супа я пробью все-таки, да? А половину оставлю. Выложу в две тарелки для того, чтобы вы посмотрели и приняли для себя решение. Сделали выбор. Может быть, вы в следующий раз пробьете его, а в другой раз, может быть, и не надо его пробивать. Суп пюре из чечевицы нужно вылить в тарелочку. Этот самый параллельный суп, но не пробитый в блендере. Я выкладываю. Да, он вообще прекрасно смотрится, даже если вам его лень пробивать. Или, например, у вас нету блендера. Такое тоже бывает. У меня долгое время не было блендера. Я кладу две голяшки. Никогда не убираю, знаете, не зачищаю косточку вот эту суставную. Вот эту вот. Потому что она безумно вкусная для того, чтобы ее обгладывать и так далее. К шкуру не убираю. Всякие диетические барышни и мужчины убирают, говорят, о, что это жирно. Блин, это же вкусно. Понимаете, если вы будете готовить как толстенькие и жирненькие повара, возможно, вы тоже превратитесь в таких же. А когда вы готовите, как я, есть вариант, что вы даже не без похода в спортзал будете красивы, понимаете, в форме. Также могу сказать, если вы будете готовить как лысые и хмурые повара. Как лысые и хмурые. Так, значит, чили перчик обязательно. В Турции отдельно стоит хлопья чили, прям добавляю для всего этого. Для подачи еще важно оливковое масло. Сюда, смотрите, вот это мясо я выкладываю наверх. Снимаю просто с кости. Ну, это у нас пригламуренная такая история, да? Почему бы нам это все более эстетично не сделать? Теперь сюда мы добавляем вот эту вот зеленую приправу. Вы знаете, по сути, это и есть зелень. Только она взбита с бульоном, да? Она гораздо вкуснее. Ей можно полить мясо, а можно полить суп. И это не вода, да? Это бульон, который готов у нас к тому, чтобы объединиться с супом. Немножко чили. Мне сюда хочется чуть-чуть добавить кунжута. Такое допускается в турецкой кухне вполне себе. И пару капель оливкового масла. Экстра-верджин такого, знаете, гламурненького. Они даже пахнут по-разному. То есть пробитые овощи, они объединяются, и аромат такой более кремовый. А здесь такой более брутальный, какой-то деревенский вариант. Надо попробовать. Это интересно же, да? Из одних и тех же ингредиентов он и по вкусу должен быть одинаковый. Вот это вот зеленуха. Я туда так прилично вылил лимона, и она прям класс. Ну, вот для турецкого супа лимончик, конечно, нужен. Это, конечно, для детей и для гурманов, которые любят супы-пюре. Хорошо. А тут похлебка прям с кусочками фрукта, как в рекламе про йогурт. Совершенно другой вкус. Нет, перекликание есть, безусловно, понятно. Но из-за того, что приходится жевать морковку, цветную капусту, чечевицу, все по отдельности, и во рту совершенно другая органолептика, совершенно другие текстуры, вкус. Лайфхак для домохозяек. Представляете, вы наварили большую кастрюлю вкусного чечевичного супа. Мужа сегодня покормили. На завтра приходите, берете его в блендер. Дорогой, сегодня новый суп. Суп-пюре. Зеленухи туда того, всего прочего. Представляете? Никто не догадается, что это один и тот же суп. Сюда можно чуть-чуть сливок добавить. Ну, в общем, поэкспериментируйте. Это можно такое ради поржать. А знаете, как интересно получится? Так что вот вам тема для размышления. Приятного аппетита. Смотрите наш канал. Очень много всего интересного я еще вам не рассказал. Так что будет розыгрыш. Получите призы. Ну и, конечно же, вот масса удовольствия на вашей кухне. Прошу прощения. До свидания.